Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале. Канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мой добрый зритель, спасибо тебе за все комментарии, которые ты оставил под видео, где я рассказала о своей идее, которая посетила меня за утренним кофе. Посетить ты посетила и убежала, оставив меня один на один с раздумками. Итак, я сегодня отвечаю на вопрос, что же это будет? А комментарий, правда, классный. Я ведь боялась, что... Ну и как боялась, ну прям боялась, что скажут несочетаемые цвета и так далее. Но, как вы здорово, а! И вспомнили, что коричневый цвет это самый девчачий цвет, вспомнив школьную форму. И написали, что взрослый шеф, самодостаточный, взрослый, богатый, я прям сейчас дословно-то не помню, в розовом кашемире рассекает. То есть надо выходить за рамки стереотипов, когда касается речь цвета. Да не только цвета, вообще надо выходить за рамки стереотипов. Одна беда, название-то нет, нет у меня названия, несочетаемые цвета есть, хотя они уже сочетаемые, бомбические, мы решили, что это бомбические. А вы знаете, может быть, это кофе зеленый и черный, может быть, это зеленый чай с шоколадом. Вот раньше мне так и перли названия, сейчас нет, ой, какие слова, Таня. Итак, что это планировалось? Значит, берем во внимание вот эти лоскутики, которые у меня связаны давним-давно. Ой, выражение. И я хотела пару таких лоскутиков на бретелечку. Пару таких лоскутиков на бретелечку. Хорошо бы с той стороны тоже, но их точно уже нет. Это я вязала 300 лет тому назад. И с обратной стороны сарафань. Так, это детский сарафан. Я, наверное, забыла сказать. Ну, оно, я же художник высшего класса, оно же все понятно. Ближе не могу, потому что телефон капризничает. Так, а сзади-то можно совершенно не крючком, а вот есть там пряжа, хоть коричневый, хоть зелененький, резиночкой, платочкой, неважно, чтобы только выходили на переднюю часть бретельки красивые. Я почему так распределила? У меня пять вот таких красивых фрагментов, этюдов, мотивов. О, я же знаток в крючке там. И тогда, значит, просто начиная с резиночки, как нам нравится это все клешить. Это абсолютно будет творческий, был бы полет фантазии. На коричневом фоне, значит, это зеленое, да? Начинаю я не знаю на чем. Это все точно коричневое. Можно парочку полосок зеленых, как пряжи хватит. Можно даже крючком обработать зелененьким. И вот эту заплаточку, ну, в смысле, какая заплаточка? Какой элемент пришить? Вот здесь. Вот так я это видела. Но, но, я настолько была ограничена в зеленой пряже, с коричневым это вроде все нормально, что не могла предположить, будут ли пропорционально смотреться именно такой. Это ведь даже, ведь вы знаете, на бретелечки для взрослого человека тянет. Женщина. Не то, что ребенка. Я боялась, что бретелечки такого плана, с использованием вот этого элемента, они запросят прям такой размер сарафанчика, на который мне не хватит пряжи. Поэтому ветер перемен подул, ой, извиняюсь, подул в другую сторону. Я знаю, что классно. Мне очень нравится, рада, что вам тоже нравится. Значит, это будет что-то наподобие того розенька, которое недавно было. Но чуть больше будет клеш от узкой части. Обычно реглан сверху. Так бы продли, вот так вот тебе и кофточка. А нет. На определенном этапе, я нам здесь много нарисовалась, прям сразу под чуть-чуть резиночки, идет расклешение. И потом, в зависимости от того, какой, так, это зеленый цвет, это коричневый цвет, в зависимости от того, какого размера будет юбочка, я решу, будет один элемент здесь просто пришит или три. Может быть, один с одной стороны, другой. Но явно это по подолу, как было бы красиво, не пойдет, потому что, говорю, элементов мало. Как я тогда это навязала? У меня сейчас ни ума, ни сил, ничего не хватит, чтобы еще раз связать. Так. Пуговички предполагаются только на зеленой части. Здесь без пуговичек, но если это будет нефункционально, это будет точно красиво, но если нефункционально, можно пришить кнопочки. Можно вообще все. И вот оно, вуаля. Я стала воплощать свою задумку. Конечно, вот эта ограниченность зеленого цвета, а с другой стороны, это добавляет остроты ощущений, да ведь, согласитесь. Возможно, можно было регланы побольше. Возможно, можно. Выходной у нас. Язык, наверное, тоже отдыхает. Дождичек, прохладца. Дождичек целый день. Ой, у меня в такое время активность повышается. Я когда жара, почему-то мне плохо. И пуговички. Я отвлекаюсь. Мой добрый зритель меня все прощает. Пуговички, они очень-очень подходят по цвету. Тут они, кажется, не подходят. На самом деле подходят. Казались мне идеальными до тех пор, пока я их не приложила. Все-таки сюда, наверное, надо пуговички поменьше. Но они очень уж по цвету подходят. В общем, найду что-то другое, приложу. Или пореже их нужно было здесь. Не знаю. Зеленого цвета у меня осталось только вот столько. Только вот столько. Ой, кошмар. Так, значит, я посмотрю. Коричневый у меня еще вот этот вот остатки не... Да, кстати, это Ализе Феричета. Это объект неопознанный, но очень похож. На нее. И у меня вот теперь на юбочку аж целый моток. Вот сейчас вот цвет правильный. Коричневый. Зеленый так и неправильный. Я извяжу и посмотрю. Ну, как, не просто. Посмотрю, я даже поговорю с юбочкой. Захочет ли она, примет ли она в конце. Только в конце. Потому что где-то на юбке, здесь должно быть все-все-все-все коричневым, должен где-то где-то элемент пришиваться. Один или два. Я посмотрю. Точно не перья. Самое страшное, что может быть вообще по жизни в детских вещах это точно перья борщить. Значит, я внизу-внизу-внизу, просто сейчас юбка не связана, будет вот такой элементик на фоне. Давайте представим, что я юбку связала. Я крутяк уже связала юбку. Вот. И я юбочку-то спрошу. Дорогая моя юбочка, внизу, перед тем, как закончить тебя, пустить ли... Я почему-то такой зелененький-то оставила. Пустить ли полосочку понизу или не надо? Это все надо пошептаться. Уже по ходу. Сейчас пока ничего не могу сказать. Если я что-то задумываю, у меня точно ничего не получается. А когда не задумываешь, то хоть что-то получается. Надо плыть вообще по волнам творчества. Зачем-то лишние думки-то не нужны. Вот. Я специально за 2,5 см, даже может быть 3 см, у меня все на глазок, на прискок, до окончания рукава, до закрытия рукава, я связала резиночкой. Прилепила булавками, потому что загибается. Теперь поднять не могу. Я связала резиночкой ибо, ибо. Я не знала, станет у меня зеленый или нет. Пойдет зеленый на полоску. Это можно здесь обвязать чуть-чуть зелененьким, как бы, приизборить. А можно этого уже не делать. Заготовый руководчик. Очень красиво. Уже готовые. Рукав можно забыть, если пряжи не хватит. Если хватит, то можно еще поколдовать. Может быть, коричневый. Но пока мне это не очень нравится. Идея здесь коричневым обвязывать. Но мне шепнет готовое платье. На полуфабрикате я иногда у меня не шуру тут ничего. А уже на готовом у меня как-то это видение пробуждается, просыпается. Так что, возможно, это будет обработано коричневым. Возможно, не будет обработано коричневым. И еще. Все, кто писал, что можно разбавить, это и без того интересное, скажем, сочетание... Я про себя сейчас говорю и про некоторых своих зрителей. Те, кто считает это ерундой, пожалуйста, я не спорю. Значит, это сочетание цвета для некоторых кажущимся интересным. Попросили разбавить. Кто говорил, очень подойдет розовенький цвет, кто говорил, бежевый цвет, кто говорил, золотистый, оранжевый и так далее. Не случайно здесь стоит бокальчик, у меня ничего случайного нет. Да, я согласна. Все цвета, которые называли, здесь как бы могут очень аккуратно вползти. Я даже пуговицы такого цвета нет, а вот бусинки я прикладывала. Прикладывала оранжевые бусинки. Правда, у меня там пусть три было, как-то это все пока еще связано было, не все. Согласна. Эти цвета очень гармонично могут подпеть вот этому дуэту. Более чем согласна. Но, я думаю, если мы каким-то образом вплетем этот цвет в готовое платьишко с тире сарафанчик, сама не знаю, что это будет, то мы как бы ограничим как это, луки что ли, да, то есть чем можно сочетать вообще. А просто помня о том, как могут цвета сюда гармонично вплететь, мы можем туфельками, бантиками, колготами, да, с сочетанием того с тем-то, чем-то все это обыграть. Введи я сюда, допустим, пуговички, там, или оранжевые, розовые, или бежевые, уже до свидания там розовые, до свидания еще что-то. А вот такое платьишко, и мне как кажется, платьишко такого плана, оно будет давать возможность маме или самой девочке каким-то образом обыгрывать его в большом-большом-большом количестве различных вариакций. Сколько петель я набирала, как вязала, я все скажу, когда платьишко будет готово, когда я дойду до финиша, но кто смотрел ролик про розовое изделие, да, совсем, я оставлю ссылку на розовое изделие, кофточку, это чуть побольше размером и рукавочек длинный. Так вот, там я взяла абсолютно эти же размеры, только везде на две петли поменьше, на спинке на две петли поменьше, на рукавах, там было 14, здесь 12, на полочках, там было 12, здесь 10, в общем, все на две петельки поменьше. Но это я все расскажу. И росток вязала абсолютно так же, как там. Линию реглана я оставила из трех петель, звездочки, просто там петли прибавлялись за счет накидов и такой ажурный вид, с дырочками был, здесь петли прибавлялись за счет скрученных петель и дырочек нет. Сейчас пуговица посыпется. Ну, в общем, вот такая картиночка у нас получается. Ну, а за сим разрешите откланяться. Что такое будет, примерно я показала, что будет в итоге, я и сама особо не знаю. Но будет что-то очень оригинальное, нигде не продающиеся, в магазине на витрине, на вешалке, на плечиках не висящие, единственное в мире, то бишь эксклюзивное, а больше мне ничего и не надо, это то, что стояло передо мной целью. До новых встреч, мой добрый зритель, а они обязательно будут! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова